да сегодня в ударе не иначе надрываются восторги москвичи но я спокойно прерываю передачи и выхватываю мертвые мечи искуситель змей палач как мне быть так и тянет каждый мяч пропустить я весь матч борюсь с собой и за черепи мой такой так спокойно подают угловой привет привет как ваши дела друзья нас 22 человека в instagram в тикток нас один пока в общем будем потихоньку потихоньку нагнетать подписчиков обычно у нас получается так сначала людей больше в инстаграме я отвечаю на вопросы которые в инстаграме задают потом включается тик ток когда там больше людей и я начинаю отвечать в тик токе после запросов там больше в какой-то момент случается от беременности боязнь ширина раза и забить зайдите на курс зайдите камни stories там есть ссылка на нее пройдите ее под но послушайте как поработать старую травму измены мужа с подругой сейчас данные отношения ревную мужик ко всем это че только через письма прощения в больше никак к этому не придете потому что ревность это на такая чувство собственности это первое второе это тогда когда ты не наелся человеком да ты чувствуешь что там еще осталось и куда он это несет непонятно короче и поэтому нужно его испить до дна для того чтобы не бой ну не ревновать примерно так это есть несколько путей а с чувством собственности собственничества нужно ну как бы это свою это убирать тебе человек не принадлежит он имеет право ну как бы быть свободным поэтому психосоматика боли в стопах это не вижу себя в будущем правая нога с мужчиной левая нога как же как женщина себя или или женщина это может быть конфликт с мамой это может быть конфликт там с подругой сестрой с кем-то там кто тебе там и женщина доела правая нога это про себя как про мужчину если это мужчина из конфликты с мужчинами которые есть рядом вот у меня подкаст выйдет на днях у меня страх как будто бы муж умрет это вот я снимал для этого рилс о плохих мыслях как только ты думаешь что вот муж умрет ты лишь убираем программу мой мужчина здоров счастлив и успешен то есть ты свои навязчивые мысли перестраиваешь ну на на более позитивный лад и и все это меняется легко я не знаю природу твоего страха его может даже не нужно узнавать но точно это можно перепрограммировать да то есть убираем программу там мой муж здоров счастлив и успешен все вот это можно делать так с любой негативной мыслью поэтому психосоматика аллергии это внутренне приятнее себя просите родителей можно только через письма прощения проработав их поднял свой уровень осознанности и тогда как бы обида уйдет потому что обиды это такая детская детская позиция тогда когда я обиделся и ты хочешь манипулировать из-за вас из-за них у тебя ничего не получилось перекладывание ответственности это детская позиция поэтому очень важно поднять собственную осознанность для того чтобы убрать вот эти ложные свои ожидания и убрать ожидания от мира что мир будет постоянно такой какой ты его себе представляешь что делать после развода сходиться опять если инициатор развода женщины честно я не знаю это всегда внутренне у меня нету вводных данных полноценно для того чтобы я что-то сказал в любом случае сходиться или не сходиться нужно понять цели которые вы преследуете да то есть если вы с этим человеком уже жили и были несчастливы и развелись то зачем опять сходиться то есть но в чем смысл того что чтобы сойтись то есть всегда нужен смысл ладно вы женились смысла не было там любовь гормоны и так далее но когда вы развелись и потом думаете опять сойтись нужно понять для чего это уже должен быть такой осознанный выбор и то есть ты должен осознанно туда войти давайте отношения тем более если это опять эти же старые взаимоотношения да то есть помните про индейцев кино только бледнолицы ходят по одной и той же тропе да то есть ну не знаю я это ваше личное дело но если человек изменился если ты изменился сам и ваши вам кажется что уровень осознанности в обоих как бы партнеров вырос и вы можете создать более счастливую семью чем была до этого то наверное надо если вы такой ответственность на себя не берете то зачем людей людей травмировать окружающих травмировать детей себя я не вижу смысла для того чтобы удлинять и пара пролонгировать вот этот вот страдания свои так и говоришь не сыну 16 лет недавно сильно понервничал стал сильно заикаться это на сессию приводите это нужно будет прорабатывать на сессии и и поэтому и тогда мы будем с вами ну как бы так тогда у ребенка уйдет страх в этот импульс который был и заикание ног пара работается на то есть он может его подавить сейчас но заикание это страх перед кем-то в чаще всего перед родителями да то есть стресс который вы говорите чаще всего там от отец на орал лично такое на и ребенок начал заикаться вот поэтому вот так щитовидка это чаще всего если психосоматику брать это подавленное творчество девушки мужчина просто так не будет поднимать руку это знаете такое утверждение что типа теперь можно пиздить и и точно не просто так это будет да я считаю так что не как ни мужчину ни женщину не имеет права бить никто 21 веке мы живем мы считаем себя светским государством и вот это вот насилие над людьми и как и его нужно искоренять женщины это ребенок другой мужчина то есть конфликты нужно выяснять светскими путями вот поэтому хватит уже извиняться за дебильные поступки в интернете да то есть кто-то кого-то побил потом извините я не хотел есть закон да то есть от 3 до 5 ни хер руки распускать да то есть нельзя я против насилия над над людьми над над любыми людьми дети муж и жена без разницы друг начальник там кто бы ни был шучу я ну понятно что вот поэтому вот так какие есть еще вопросы или темы которые вы хотите обсудить или чем подискутировать может быть правда здесь дискуссия в одно окно не во всяком случае появилась знаете дискуссия появилась на тему насилия на мат вам спасибо то что все равно подняли такую тему которая острая на самом деле в нашем обществе вот скрипение зубами о чем говорите если честно я не знаю при союзе говорили листы а так на самом деле это агрессия 38 лет не замуж что может быть причины причины может быть могут быть разные как бы этот нету позитивного опыта отсутствие может быть сексуальное насилие и домогательство в детстве может быть страх перед мужчиной и получение негативного опыта что еще все вроде почему по почему встречаются люди незрелые обманывают они показ себя умнее меня почему так на чем работают значит вы сегодня немножко но значит вы не отработали свои кита короче значит вы сами еще тоже не сильно зрелая да то есть если ты утверждаешь что-то зрелое ты перестанешь на это обижаться или они перестанут на тебя выходить вот эти незрелые люди то есть когда ты заявляешь о своей зрелостью твои зрелость будут проверять это как такие экзамены и когда ты их выдержишь это незрелые люди перестанут тебе попытаться на твоем пути когда мы с мужем ссоримся он истерику поднимает почему потому что у него паттерны женские и истеричные мужчины чаще всего воспитаны мамами вот вопрос по поводу маминских сыночков да что с ними делать их надо отдать маме либо самой стать мамой если тебя это тебя это устраивает если тебя это у не устраивает то ну как бы надо делать соответствующие как бы мероприятия или выводы да лечится ли это лечится да но это надо изолировать мальчика от мамы и чтобы он прошел свои кризисы да там подростковые кризисы средневозрастные кризисы чтобы он получил инициацию инициация для такого человека всегда болезненно и чем старше тем больше боли он получает то есть тем более это страшнее когда человек там не заработал до 40 лет ни одной копейки самостоятельно то в 40 лет начинать зарабатывать самостоятельно это очень сложно как вы начинали принимать первых клиентов как находили расскажите пожалуйста сначала я тоже начинающий госдитерапевт психолог тоша да это во первых тогда не было инстаграма ну то есть он тогда только появился и и вот и и поэтому не было инстаграм это не были так развита соцсети мне кажется сегодня это все намного проще делается тогда я только первый раз начал пользоваться таргетированные рекламы в фейсбуке вот и поэтому оттуда стали идти клиенты то есть клиенты нужно создать оффер на сегодня уже все знают там создание оффера создание креативов то есть ну вам нужно поизучать продвижение на рынке ввести социальные сети и создаешь оффер ставишь цену люди тебе идут сегодня нагнать по моему на специалиста людей но если человек не пустой то в принципе возможно это будет намного легче чем вот этот узун кулак который ты вот из уст в уста из уст в уста очень хорошо работает тогда когда у тебя уже есть имя но до этого она нету такого накопительного эффекта и ты не будешь замечать вот это тут что тебе говорят потому что тебе должны говорить говорить тысячи людей да они там не сто человек то есть и многие специалисты они слишком 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 рано поднимают цены если честно они там ставят там допустим одну цену потом там три человека приняли отчета я устаю и хуяк в два раза выше до цену и никого потом нету то есть нужно поднимать цену тогда когда-то не успеваешь выгребать поток клиентов то есть у меня доходило до того что у меня в среднем людей было в день и поднимал по 10 человек сегодня так не хочу поэтому я принимаю и работы поменьше из-за этого ценник немножко у меня высокий вот так понятно да то есть вовремя ну то есть не надо слишком рано поднимать цену это это ну это маркетинговые инструменты которые нужно на которые очень важно обратить внимание и и вновь в эфире мистер ким не ссорьтесь вы конечно с ним хотя он не корейский президент но может вам преподнести психологический презент спасибо вам большое вот прям рифма круто что вы можете сказать о мухоморе ничего я вообще не знаю что такое но смысле я понимаю что это гриб больше ничего не знаю и размножается спорами это разновидность плесени до грибы вот это все мои познания в грибах можно их есть или нет вы вызывают они галлюцинации или как я против таких всяких там типа натуральных вещей которые вызывают галлюцинации аллопеции о чем аллопеции о стрессе резком стрессе от кто-то так это 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 там скажите если суставы волокия болят что это означает это негибкость твоя На какие органы влияет стресс В первую очередь это мочеполовая система Это желудок и мозг То есть когда у человека стресс У него плохо думает мозг Потому что кровь отливает в мышцы Плохо переваривается еда И мочеполовая система нахер не нужна Поэтому срутся, срутся Для того, чтобы были силы На рывок такой физический Почему? Потому что в первобытном обществе Когда ты испытывал стресс Тебе надо было либо убегать Либо догонять Если это еда, то надо бежать за ней Если это еда, то надо бежать от хищника То в современном ты испытываешь стресс Происходят те же самые процессы Но никуда бежать не надо И таким образом создаются эмоциональные блоки Они спазмами застревают в теле И кровь застаивается в мышцах При этом плохое пищеварение Ухудшается память Ухудшается, снижается либидо Проблемы с мочеиспускательной системой Короче Вот Это первые признаки того Что когда у тебя плохая память Это стресс Потом начинаются гормональные сбои Потом после гормональных сбоев Начинается Если ты вовремя не поймал Начинается такая штука Что ты начинаешь заболевать Неведомой херней Почему? Потому что Называется это гормональный сбой Поэтому сон Поэтому зарядки утренние Поэтому В общем С трех до пяти Выбрасывается в кровь кортизол И в это время Оказывается Ну Лучше спать Сон Секс Спорт Три эс С трех до пяти Дня Курение пива влияет на сбой Либидо у женщины Влияет сильно Да Потому что в пиве Женский гормон Эстроген И Там короче Физиологически Там матка как-то увеличивается Она больше секса хочет Поэтому Ну как бы Алкоголь для женщины вредный И излишнее Вот это Короче Там какая-то фигня с гормонами происходит Что женщина становится Наоборот Мужеподобный А мужчина От пива становится женоподобным Да То есть Здесь он Этот эстроген Он усиливает женские твои гормоны А у женщины Я так понял Что избыточные гормоны Женские Они становятся эстроген Ну этим Тесостероном Ну короче И тем и другим Вредно Вот Поэтому Как можно поднять Тесостерон Это вы идете Андролог Уролог Есть такой врач Если вы уже там 40 там Плюс Или там К этому подбираетесь И у вас какие-то проблемы Уже начались То лучше обратитесь К андрологу К урологу К человеку Который будет Или к эндокринологу Который будет Вас выводить В нормальный Гормон В норму Ваши гормоны Вот и все Помогите Пожалуйста Советам Как Разлюбить женатого Забыть Больше Такого Не вляпаться Ну во-первых Это очень А Женатого Забыть Это та еще Штука Почему Потому что Женатый человек Он безопасен За него Не надо Выходить Замуж Это первое Потому что Ты боишься Где-то Этот На подсознании Ты боишься Создания Семьи Но из-за того Что тебе Нужны Отношения То ты будешь Всячески Ну как бы Это хорошая Альтернатива Женатым Мужчина Когда ты Боишься Отношений Но все равно Хочешь И вот Это как В том анекдоте Знаете Когда монашку Четверо Изнасиловали В лесу Она вот так Рясо Обтряхнула Говорит Спасибо Господи Без греха И досы Это Вот Это вот Что-то С того Времени Вот Что-то Где-то Рядом Дочери 25 лет Никак Не может Найти себе Парня Знакомиться Общается Встречается Потом все На этом Ну Это вы Это ее Проблема То есть Лучше Пусть она Спрашивает Почему Потому что Почему Вы за нее Переживаете Так Вам кажется Что Она никому Не нужна Или что Аспергилез Легких Я вообще Даже Не могу Понять Не знаю Такое Первый раз Слышу Но Легкие Это Всегда Нежелание Жить Нежелание Дышать Нежелание Жить То есть Это Где-то С той Серии Друзья Скажите Вот То Весь День Работает Да Там Я не знаю Вы Как Ходите В Такую Жару В Алмате Я Сегодня Весь День Поездил На Машине Короче Что-то Туда Сюда Походили Даже С Кондиционером Можно Сойти С ума Мне Кажется Как Вы Переносите Жару Друзья Обожаю Жару Такие Тоже Есть Терпеть Жару Акаса Не могу Представлять Всю Жизнь Хотел Жить В теплой Стране У моря И Акаса Я не Выношу Жару В Казаларде Я даже Вас Не спрашиваю Вы Там Можете Сейчас Яйца На Асфальте Жарить В октаву Нормально Классно Дома Лежим Под Кондером Вот Я Тоже Переехала К родителям Начали Болеть Суставы Съехала Сустав Перестали Потому Что У родителей Дома Нет Твоей Гибкости Потенция Что Че Потенция Почему Девушка Не беременеет Это вот Ширина Раз Это Во-первых Тоже Стресс И Помните Я Говорил По поводу Мочеполовой Системы Это вот Она Это Первый Признак Стресса То есть Когда Женщина Не может Забеременеть При этом Она Здорова Это Первый Признак Стресса Или Недоверие Мужчине То есть Нужно Разобраться Потенция Это Что Значит Потенция Хорошая Или Плохая Что Что Означает Во Франкфурте Тропический Ливень Жесть Вообще Здравствуйте Радую вас Видеть Как вы Хорошо Спасибо Я тоже Вас Рад Просите Измену Только Через Письма Прощения Некоторые Женщины Пытаются Когда Мужчина Изменил Они Пытаются Отомстить Но Это Очень Мало Это Неэффективная Штука И не Помогает Просто Себя Чувствовать Будешь Помойным Ведром Это Витамин Д Дефицит 4.7 4.7 По-моему Это не норма Разве Да Д Д3 Или Сколько Он А Он 28 Должен Быть Да Я Просто Не Помню Нормы Д3 Я Д3 Пью Вот А Хер Позакажите Себе Пейте Д3 В чем Проблема Я Пью По 2 Там Этих Таблетки Потенцию Парня Кончает Только Рукой Сам Сори За Интимность Ну Бывает Это Его Привычка Дрочить Привык С детства Видимо Поэтому Ну Пусть Так Че Тебе Тебя Что Расстраивает Тебе Хватает Зато Сколько Тебе Надо Прям 9 Половиной Недель Он Тебе Может Дрючить Классно Многие Девушки Страдают От Того Что Скорострел Тебе Повезло Ну Пусть Так Радуйся Наиграешься Скажешь Теперь Сам Дорогой Я Устала Ты От Этого Страдаешь Или Он От Этого Страдает По Моему Вам Всем Хорошо Нет У Меня В Шиме Целый День С Девяти До На Работе В Машине Без Кондера Жопа Конечно Ерлан Я Вам Прям Купите Машину С Кондером Скажите Что Делай Если При Работе С Пациентом Резко Происходит Задержка Дыхания Неком Гор Во Во Первых Что Что За Пациент Как Вы Работаете Я Откуда Знаю Добрый Вечер Дезет Должен Быть Примерно Равный Вес Тело Тело А То Ты Так Про Потенцию Спросила Что Непонятно Ты Хвастаешься Или Жалуешься Слишком Долго Он У меня Такой Лев Да Некоторые Люди Непонятно Как Вы Работаете С Пациентом Вы Кто Психолог Врач Кто Вы Медсестра Устаешь Это Называется Сонастройка Ты Слишком Сопереживаешь Людям Из-за Этого Тебя Так Трясет Не Нужно Так Ну Как Отстраняйся Ты Говоришь Я Ощущаю Свои Ощущения Будешь Немножко От них Отдаляться Тикток Полайкайте Пожалуйста Чтобы Была Активность Побольше Вот так Инстаграм Тоже Полайкайте Чтоб Людей Побольше Было Будет Интереснее Спасибо За лайки Спасибо Большое Еще Давайте Лайки Классно Чтобы Активность Была Какая А то Как-то Грустно Совсем Не Плакать Это Очень Плохо Почему Потому Что В Какой То Мент Надломишься То есть Нельзя Не Плакать Нужно Плакать Да Как Вы Нравитесь Спасибо Вам Большое Подарочек Прилетел Спасибо Мужикам Тоже Плакать Можно Орать Рисковать Это Хорошо Риск Должен Быть Безопасен Спасибо Большое Это Первое Правило Риск Менеджмента До Какого Возраста Можно Родить Я Так Понимаю Сегодня Это Неограничено Сильная Депрессия Бывает Накопительная Бывает Резкая То Это Страх Агрессия Злость Ненависть То Любая Негативная Эмоция Которая Не Проявлена Вернику Хацквей Знаете Не знаю Стоит Учиться Не знаю Я Почему Уходят В игроманию Как Это Становить В игроманию Уходят От Большой Материнской Любви Либо От Нехватки Этой Любви То Постоянно Поднимают Этот вопрос В каждом Эфире По поводу Игромании Игромания Это Избыточная Материнская Любовь В 80% Случа В других 20% Это Недостаточная Материнская Любовь То есть Когда Мамы Не было Или В детдоме Ребенок Вырос Как Проявить Эмоции Чтобы Избежать Депрессии Только Письма Прощения Самостоятельно Если Вы Спрашиваете А так В любом Случа Нужен Специалист Ну И Велкам Короче Мои Родные Потому Что От Депрессии Самостоятельно Избавиться Сложно Я Избавляюсь От Собственной Депрессии Сам И Иду К ученикам Иду К своему Учителю Но Я вам Скажу Что Это Очень Сложный Процесс Когда Ты Пытаешься С этим Справиться Сам При Этом У меня Все Есть Скиллы У меня Есть Навыки По Борьбе С Депрессией Я Знаю Там Упражнения Но Прикол В том Что Когда Ты В депрессии Ты Не Хочешь В 45 Можно Создать Брак Легко Сегодня В 45 Лет Жизнь Только Начинается И Найти Мужика Себе В 45 Мне Кажется Вообще Изи Что Скажете Насчет Гипнотерапии Расстановок По Хеллингеру Расстановками Я сам Пользуюсь Но Я Нигде Не Учился Я Делаю Это Интуитивно Нативно Называется Гипнотерапии Даже Если Ну Видите Я Если Честно Гипнозом Кажется Во всяком Случа У меня Нету Такого Осознанного Знания Что Я Гипнотерапевт Нету Но Иногда На сессиях Люди Попадают В транс Это Правда Как Избавиться От депрессии В длиной 8 лет Сколько Только Лекарства Нет Я Ж Есть Я Помогаю Выйти Из депрессии Быстро Больно Дорого И Без Гарантий Но Я Реально Помогаю Игорь Проблемы С деньгами Тяжело Зарабатывать Что Посоветуете Видите Те Кто Зарабатывает Легко Был Период Когда Они Пахали И Поэтому Они Могут Делать Вид Что Типа Они Зарабатывают Легко Допустим Сейчас Я Достаточно Живу Размеренную Жизнь У меня Такой Понакатанный Уже Но Был Период Когда Я Пахал И Это Какая Инерция Я Понимаю Что Мне Нужно Это Колесо Все Каждый Раз Подкручивать Для Того Чтобы Я Имел Возможность Жить Так Как Я Сейчас Живу Иногда Нужно Прям Еще На Хайл Левел Выйти И Это Будет Стоить Определенных Усилий Но Так Или Иначе Я Стараюсь Работать Так Чтобы Про Меня Не Забывали В Трилле Вашего Подкаста Вы Сказали Что Женщины Очень Коварны О чем Это Если Честно Я Не Помню Этот Разговор Уже Потому Что Уже Прошло Почти Месяц Прошел И Когда Выйдет Это Наверное Про Мою Работу В коллективе В женском Было 1200 Человек Примерно И Очень Было Сложно Там Выживать Что Делать Если Раздражает Муж А Любовник Есть Скажите Здравствуйте Муж Все Время Ругается Кровь Все Выпил Почему Потому Что Ты Его Недолюбила Он Требует Внимания Таким Образом Мужчина Который Агрессирует Он Требует Внимания Может Легко Еще Либидо Снизит Твое Понимаешь Можно ли В гости На эфир Попробуй Зайди Да Я не знаю Любовника Нету А хочется Или что Смотри Обида На мужа Может Довести До депрессии Это раз Второе Если муж Раздражает Значит Ты на него Сильно Обиделась Поэтому Можешь Прийти Либо На сессию Либо Самостоятельно Прописать Письма Прощения Письма Прощения Находится В ютубе Забивайте Игорь Ким Письма Прощения Там Выходит Долго Была В терапии Но Сейчас Опять Как будто Впала В депрессию Какую-то Приходи Ко мне На сессию Вы Долго Не Поработ Ну В смысле Вы долго Не будете Там Я не знаю У вас терапия Сколько Несколько лет Была Что Скажете Насчет Измен Мужчин Так Бывает А что Вы скажете Насчет Измен Женщин Тоже Так Бывает Больше Полугода В терапии Еще Терпимо Приходите Ну В общем Сбросите Сначала Эмоции Те Которые У вас Есть А потом Уже Так У меня Обида Так Че Бухгалтер Слуги А у вас У меня Обида На отца Уже Давно Так Запрос Отправила Че за запрос Ну-ка Давайте Посмотрим Че там А вот Как-то нам Надо Теперь Добрый Добрый А че Что здесь Вот так Выходит Фотографии Нет Вы знаете Фотографии Нет Почему Потому что У меня 560 Подписчиков Оказывается Если У меня Будет Тысяча И больше Тогда Уже Я смогу Как бы Мое Лицо Могут Видеть Здесь Вот такая Складка Ну хорошо Ничего Страшного Я Просто Хотел В инстаграме Чтоб Видели Ну в общем Слушайте Как радио Потому что Я так же Общаюсь Как и вы То есть Человека Я не вижу Вас Как зовут Меня зовут Динара Вы С каким Вопросом Обращаетесь Что Хотели Обсудить Или Спросить Да Кстати Вы знаете Очень много Вопросов Психологических Кстати Хотела Обсудить Поспорить Но По всей Видимости Я Могла Бы Но Как бы Не хочу Наверное Показаться Неграмотной Что ли Хотя Могла Да Какая Разница В грамотной Неграмотной Нету Разницы Просто У человека Есть Твердое Убеждение И мнение Которое В принципе Может Высказать Как я считаю Ну Поэтому Задавай Вопрос Да И вот Я задаю Такой Вопрос Допустим Очень Много Вопросов Возникает Сейчас От Людей То Что Есть Обиды На Папу На Маму Это Все Семейное Вот На Моем Примере Допустим У меня Была Обида На Отца И Мне Как-то Посоветовали Говорить Попробуй Написать Отцу Письмо И Пиши Его Как-то Вспоминай Все Детские Обиды Малейшую Обиду Которая У тебя Осталась На Душе Внутри Пишешь И говоришь Я прощаюсь Помогла Помогла Следующая Обиду Я прощаюсь Вы Знаете Я написала Я Исписала Купально 12 Листную Тетрадку Помните Такие Помогло Один День Писала Или Сколько Я писала Я писала Три дня Я писала Три дня Потом Сказали Что Эту Тетрадку Нужно Якобы Сжечь Или Что Я Не знаю Что Не знаю Насколько Мне Это Помогло Честно Но У меня В любом Случай Остались Моменты В памяти Но На этого Человека Я Абсолютно Не держу Никакого Зла То есть Этот Человек Принес Мне Опыт Этот Человек Дал Мне Мало Того Что Опыт Как Я Должна Жить Дальнейшем И Обращаться Со Своими Детьми Ну То 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 Это Было Уже Заложено До Тетрадки То Я Себя Считаю Неведомой А Ведущей Я Сильная Личность Мне В принципе Ну Может Процентов Десять Это Помогло В том Чтобы Простить Своего Отца Ну То 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 Разум Ныть Понимаете Люди Ищут Какую-то Сторонную Помощь Но Никто Тебе Не Поможет Лучше Чем Ты Сам Подожди Вопрос Почему Люди Так Зацикливаются На Непрощении Своих Родителей Почему Смотри Люди Зацикливаются На Родителях Почему Потому Что Родители Нам Дали Жизнь И В то же Время Они Нас Учили Да И Почему Столько Много Обид Особенно На Отцов То Почему Их Не Было Что То Почему Они Были Потому Что Отец Учит За Достижение Отец Учит Тебя Выживать И Поэтому Когда Тебя Учат Выживать Тебе Всегда Больно Мама Любит Безусловно И Маме Важно Чтобы Ты Просто Была Живой Или Был Жив Это Все И За счет Воспитания То Что Они Хотят Чтобы Ты Выжила Они Будут Тебе Наносить Детские Травмы Даже Если Они Этого Не Хотят Это Происходит В 14 лет Даже Даже Если Ты Идеальный Родитель Дети Будут На Тебя Обижаться С 14 Где-то До 19 лет Это Физиология И Это Несколько Даже Психология Потому Что Там Выбрасывается Огромное Количество Гормонов Это Очень Сильно Давит На Психику При Этом Мозг Еще Не Сформирован То Опыта Жизненного Нет И Получается Вот Так И Вот Этот Багаж Комплексов Который Мы Набираем В Подростковый Период Мы С Ним Разбираемся Примерно До 33 Должны Разобраться Потому Что В 33 Года У Тебя Период Духовного Роста Должен Быть Если Ты С Этим Не Разберешься Никакого Духовного Роста Не Будет Вот И Все Вот Смотри Теперь Ситуация Собратная Вот Допустим Да Мои Дети Росли В полноценной Семье И Любви Но У меня Сейчас Возникает Противостояние Между Моей Старшей Дочерью Которая 18 Лет И Отцом В чем Оно Состоит У меня Дети Очень Воспитанные По клубам Не шатаются Ну То есть В определенное Время Они дома Все Хорошо Все В порядке Но Год Назад У меня С дочерью Произошел Очень Страшный Как Говорится Очень Страшное Событие В жизни То есть У нас Было Насилие Девочка Пришла Домой Душа Смыла Все На что Потом Мой Старший Сын Конечно Ж Этого Человека Нашел И Как Говорится Проучил Его Ну Ладно Это Все Опустим Это Все Ладно Сейчас В настоящем Что Делает Отец Когда Она Приходит На 15 Минут Позже Начинается Упрет И Вот Шалава Проститутка Извините Пожалуйста За Мой Французский Да Хотя Девочка Музыкант Не гуляет Не Пьет Не курит Все У нее Поведение Вообще Супер Да Вот Она Совершенно Развитый Человек Мы После Этого Знаете Как Спасли Морально Во всяком Случа 90% Ложила Я Нинара То Что Я Всегда Гру Да Смотрите То Что Муж Так Делает Он Он Мега Неадекватный Я вам Сразу Скажу Он Мега Неадекватный Ну Что Какая Разница Еще Раз Это Мега Его Поведение Мега Неадекватное Девочка Которая Подвергла Сексуальному Насилию Обзывать Шалава Это Я не знаю Что Можно Тупее Придумать Вот Я Я Я И О Том Же И Потом Мы Как-то У нас Дочерью Пару Дней На Зат И Скандал Дома Скандал Подняли Знаете Из-за Чего То Что Она Сидит Дома На Кухне До Четырех До Пяти Утро В Тик Токе Там Допустим В Соц Сетях Но Дома Я Говорю Девочка Моя Нужно Соблюдать Режим Нужно Чтобы Ты Ложилась С нами Спать До Двенадцати И Все Это Полезно Для Учебы У Тебя Третий Курс Колледжа Впереди Моя Хорошая Она Меня Не Услышала Я Неделю Две Это Толбычу И Потом Меня Как Понесло И Я Выплеснула На Нее Агрессию Мы С ней Так Сильно Поругались И То Что Я Говорю Тогда Буду Слушать Твое Негодование Вот Эти Твое Как Говорится Изречение У нас Там Ненормативная Лексика Она Говорит Лучше Я Тебя Выслушаю Чем Я Буду Каждый День Шаламы Знаете Я Я Скажу Вы Не Боитесь Ее До Суицида Довести Я Об Этем Тоже Думала И Я В Этот Жить Сразу Через Буквально Минут Сорок Когда Вы Еще Раз Пожалуйста Скажите Ее Сейчас Сколько Лет 18 19 Год 18 Полный Она Школу Закончила Уже Конечно На Третий Курс Колледжа Пойдет Она Музыкант Вы Снимите Квартиру Пусть Она Отдельно Живет От Вас Или Отправ Она Говорит Мама Как Мы С Тебя Я Не Слышу Что Я Такая Секая И Вот Она Буквально Мне Высказала Свою Боль Ты Же Меня Не Слышишь Когда Ты Злая Ты Же Буквально Меня Ругаешь И Ругаешь Я Хочу Чтобы Ты Меня Услышала И Слушала Динар Смотрите Я Вам Прям Рекомендую Девочку На Сессию В Любом Случай Приведите Потому Что Вот Память В теле По поводу Насилия Она Остается То есть С этим В любом Случай Нужно Работать Это Первое То есть Вам же Еще Внуки Нужны Будут Да Вам Нужны Будут Внуки Вам Нужна Будет Здоровая Дочь И Поэтому Из тела Вот Опыт Насильственного Сексуального Действия Нужно От него Избавиться Потому Что Это Будет Сидеть В теле Это Не Будет Оргазмов Это Сложно Будет Забеременеть Это То есть Это Прям Это Будет Она Бояться Мужчин Это Ведет Очень Большое Количество Проблем За собой Тащит И Пока Человек Не Проработает Вот Этот Страх Насилия То Она Будет Постоянно Ему Подвергаться Понимаете Постоянно Подвергаться Будет То есть Там Какой-то Цикл Будет Раз Пять Лет Или Раз Десять Лет Потому Что Она Будет Бояться Этого И Это Из Тела Нужно Вытаскивать Была Поддержка У нее Большая Извиняюсь Перевью Пока Помню Фак Том Что Была Поддержка Очень Большая От Нашего Старшего Сына Ну То То Есть У Нас Была Такая Ситуация Когда Вот Это Все Произошло И Вот Когда Она Смыла Все И Рассказала Первым Кто Откликнулся Это Был Мой Старший Сын Что Он Берет Делает Он Собирает Всех Грузей Берет Биту И Они На Машинах Едут За Этим Молодым Человеком И То Есть Он Его Так Отмутозил И Вот Я Сына Буквально Пару Дней Назад Разговаривала Я Сына Ты Мне Расскажи Что Год Назад Произошло А Я Ж Не Знала Я Только Узнала Это Месяц Назад То Муж Дочь И Сын От Меня Этот Факт Скрывали Чтобы Как Говорится Мне Больно Не Делать Мне От Этого Было Еще Больнее Понимаете Так Как Я Узнала Поздно Что Мой Ребенок Проживая Со Мной Целый Год Не Показывая Ни Вида Ничего Вот Она Живет Она Радуется Со Мной Шутит У У Ней Абсолютно Коммуникационные Отношения Дочери Матери Знаете Ну Как Не То Что Она Вам Не Сказала Про Что Вы Не Узнали Про Самонасилие Вы Не Знали И Про Месть Сына Вы Не Знали Знаете Спасибо Скажите Что Сына Не Посадили За Самосуд Я Же Тогда Сыну Сказала Сына Расскажи Мне Ситуацию Полностью В Принципе Ситуацию Вот Это Мне Рассказал Супруг Ты Знаешь Что Год Назад Призошло А Это Знаете Как Произошло То Что Допустим Я Живу В Отдельной Квартире Супруг Живет В Отдельной Квартире И У Нас Дети Там Допустим Месяц Там Живут Месяц Там Живут Нина Давайте Так Чтобы У Нас Очень Сложный Диалог Получается Коротко Пожалуйста Вопросы Задавайте Чтобы Я Был Более Эффективен Для Вас Ладно Да Вот Более Эффективно Как Мне Сейчас Наладить Максимальное Отношение С дочерью Хотя Я вижу Что Она Мне И Доверяет И Все Чтобы Вот Давай Вот так Смотрите Возвольем С ней Возможно Как-то Направить Супруга Моего Что-ли Чтобы Я Единственное Чего Я хочу Чтобы Он Так Не Думал О ней Не Надо Не Думать Надо Хотя Б Заткнуться И Не Проговаривать Это Первое То есть От Отца Поддержка В любом Случай Нужна И Надо Ей Объяснить Что Ничего Страшного Не Произошло И По Любому Поводу Не Называть Ее Шалавой Проституткой Это Первое Это Нужно Прям Уровень Осозности Отца Поднять Это Точно Ему Нужно Объяснить Ему Должен Диалог Между Отцом И Матерью Правильно Ну Скорее Всего Это Ваш Диалог Вряд Ли Она Пойдет К Нему Сейчас Говорить Никто Не Пойдет К Человеку К Называет Ее Приходите И Оказывать Что Это Не Я Зачем Ей Это Надо Это Первое Второе Знаете Как Я Ее Успокаиваю Дабы Не Нарушить Равновесие Того Чтобы Она Отца Совсем Перестала Уважать Знаете Как Я Его Оправдываю Как Это С моей Стороны Было Очень Ужасно Я Говорила Ты Пойми Папа Это Мужчина И Когда В семье Мужчины Вот Такое Происходит С Женщиной У него В первую Очередь Будет Реакция Агрессивная Ты Просто Папа Пойми И Ты Перед Папой Будь Дома Она И так Дома Знаете Я вам Скажу В этой Ситуации Папа В любом Случа Мудак Вы Подождите Меня Послушайте Пожалуйста Ладно Я Я Понимаю Что Вы Объясняете Там Дочери Как Хотите Обелить Папу Но На самом Деле Когда Такое Не дай Бог Происходит В семье Там У Мужчины То Это Его Как Этот Оплошность На самом Деле Это Не Оплошность Дочери Это Оплошность Его То Что Он Не Уследил Как Будто И Отец Должен Максимально Обеспечивать А Когда Ребенок Жил С ним Не Со Мной Ребенок А Когда Он Был У Папы Допустим Папа Должен Проследить Это В любом Случа Мужчина Отвечает За Подождите В любом Случа Мужчина Должен Отвечать За Безопасность Семьи И Когда Что То В семье Происходит Он Может Это Его Агрессия На Нее Это На Сам Деле Он Агрессирует На Себя Но Себя Он Не Может Себе Надавать Пизделей Поэтому Он Дает Ей И Этот Отец Должен Понять Что Он Сам Себя Начинает Ну Как Был Этот Место Того Чтобы Жрать Ее То Ее Нужно Просто Поддержать И Извиниться Перед За То Что Он Был Не Эффективен В Какой То Период Жизни И Максимально Это Стереть С ее Памяти И С Памяти Семьи Эту Ситуацию А Тем Самым Что Он Ее Постоянно Называет Блядью Это Он Просто Усугубляет Каждый День Эту Травму Да Я С вами Полностью Согласна И Еще Знаете Такой Был Момент Где То В Инстаграме На Простору Казахстана Случился Такой Конфузный Случай Когда Девочка По Моему То Ли 12 То Ли 14 Лет Если Кто Слушает Поправьте Когда Родители Очнулись Только Тогда Когда В Час Ночи Девочки Не Оказалось Дома И Девочка Попала Под Групповое Насилие Вы Понимаете Ребенку 14 Лет Ребенок 9 9 30 Максимум 10 Должен Дома А Здесь У меня Дочь 18 Лет Я Постоянно Говорю В 10 30 Тебя Нет Дома Ты Где Ты Почему Если Надо Я Смотрите Смотрите Есть Тоже Такая Штука Что Да То Жертва Всегда Найдет Своего Палача Вы Жив У нее Этот Страх Забили Сначала Честно Если Страх Изнасилования Это Же Сначала Запугивается Подождите Подождите Динар Подождите Вот Я Сейчас Метафизику Объясню Можете С этим Не соглашаться Не знаю Что делать Что с этим Хотите Потом Да То Сначала Появляется Страх Внутри У Жертвы То Человек Начинает Чего То Бояться И Он Начинает Этого Избегать Да Но То Чего Ты Боишься То Ты Притянешь Понимаешь Если Вы Постоянно Боитесь Что С вашим Ребенком Что-то Случится С ним Что С ним Что-нибудь Случится Понимаете Вы Понимаете Когда я Разговариваю С сыном Или С дочерью Сына 21 Дочери 18 Я Всегда Говорю Вот Допустим Когда мы С сыном Разговариваем Я Как Мать Не Как Отец А Как Со стороны Мамы Говорю Я Говорю Сына Если С тобой Случается Что-то Плохое Ты Чувствуешь Что На тебя Надвигается Большая Компания Никогда Не стыдно Взять Ноги В руки И бежать Как Последний Спринтер Ну То есть Когда На тебя Нападает Дорогая Это материнская Забота Это Лучшее Решение Это Бежать Потому Что Ты Останешься Живой Ты Их Не Знаешь Попросили Либо Закурить Либо Сигареты Либо Что-то Еще Просто Разворачиваешься И Бежишь Не Надо Вступать В Не Сможешь Противостоять Вот Этой силе Либо Заточка В твоем В твоей печени Окажется Либо В худшем Случа Тебя Привезут Домой В гробу Зачем То Я Даю Установку Понимаешь Сына Ты Не Трус Ты Мужчина Но Если Ты Видишь Что Противостояние Больше Не Стыдно Убить Вы На Меня Можете Обижаться Но Так Воспитываются Мудаки Я Так Знаю Я Не Говорю Своему Пацану Что Беги В Любой Ситуации Вот Допустим В той Ситуации Которая Произошла У Минес Сын Его Посадили Потому Что Он Парня Придушил Говорит Мам Когда Я Почувствовал Что Тело Обмякло Меня Друзья Буквально Достат Тащили И Когда Он Домой Притащил Биту Папа Ему Сказал Уноси Биту Нечего Ему Держать Расскажи Мне Пожалуйста И Вот С этого Пошел В диамет Того Что Случилось Нинара Все Давайте Сейчас Это Все Давайте Я Немножко Вам Скажу Потом Наш Эфир Завершим Потому Что Это Затягивается И Становится Непонятно Чем Первое Я Вам Скажу Так Что У Второе Вы Программируете Изначально Человека Сейчас Не Девяностые Годы Поэтому Я Думаю Ваши Страхи Очень Сильно Излишни И Сильно Приукрашены Потому Что В Девяностых Нам Было Выживать Намного Сложнее И Криминальной Ситуации Было Сильно Больше Во Вторых У Себя Где-то В голове В Под Корочке Уберите Вот Эту Свою Проводу Потому Что Она Вам Вы Хотите Всегда Быть Правыми Вот С этим Чуть Поработайте Ладно То Что Касаемо Дочки Точно Ну Вот Если Есть Возможность Точно Ее Приведите На Сессию Потому Что Ей Прям Надо Сами Уберите Свою Правоту А Я В Астане В Алмате Туда Сюда Летаю Сами Пройдите Сессию Тоже Потому Что У вас Прям Вот Новую Такого Какой-то Вы Прям Сильно Доминировать С этим Тоже Разберитесь Мужа 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 Осознанность Каким-то Образом Надо Поднять Начните С писем Прощения Пусть Он Их Сначала Пропишет Потому Что То Что Он Делает С Дочкой Это Крайне Ну Вот Крайне Отвратительно Что Я Не знаю Так Нельзя Я Не знаю Как У него Это Этически В голове Укладывается Но Так Нельзя Ему Уровень Своей Сознанности Очень Потому Что Он Не Сын Семья Я Не Понимаю Может Как Это Влияет Я Не знаю Как Это Влияет Это Можно В нем Копаться Тоже Очень Много И Понять Откуда Это Происходит Но Он Должен С этим Работать Сам Потому Что Это В нем Проблема То Что С дочкой Уже Это Ничего Ты Не Сделаешь Но Это Можно Вытащить Из Тела Это Можно Проплакать От Стресс И Она Будет К Этому Легче Относиться А Потом Уже Отец Должен Своей Как Свою Осознанность Повысить Хорошо Вот Вам Спасибо Что Вышли И Поделили Своей Боли Почему Потому Что Это Полезно Будет Для Всех Что Такие Ситуации Бывают И Насколько Бывает Ну Вот Знаете Я Так Скажу Что Ситуация Которую Вы Рассказываете Она Со стороны Выглядит Очень Абсурдно Но Когда Ты Внутри Ситуации Не До Смеха Поэтому Я Вам Желаю Терпения Которое Вам Пока Необходимо Я Желаю Вам Чтобы Ваша Дочка Быстрее Вышла Из Этого Стресса Я Желаю Духовного Эмоционального И Личностного Роста Вашему мужу Потому Что Это Сильно Облегчит Ваши Семейные Взаимоотношения Я Благодарю Вас Здоровья Вашим Мозгам Как говорится Вашему Телу И духу Спасибо Большое Вам Можете Меня Отключать Если Я Не знаю Вам Наверное Надо Будет Наоборот Выключиться И Потом Опять Зайти Наверное Не знаю Я Не знаю Как Здесь Вы Знаете Обычно Как Правило Знаете Отключает Ведущий Вот В настройки Зайдите А Все Нашел Я Ладно Нашел Я Спасибо До свидания Доброй Ночи В общем Завершился Эфир Вот Как Забыть И отпустить Бывшую Девушку Очень Заносит Депрессию Опустошение Нужно Найти Новую Нужно Найти Новую И Тогда Ты Быстрее Забудешь Старую Как Этот Знаете Мне нравится Политика Шнурова Он говорит Новая Телка Всегда Лучше Старой Игорь Привет Алтан Сара Привет На самом деле Нужно Через Письма Прощения Если Если Уже Без Шуток Вот Нужно Прям Прописать Письма Прощения И Все Ее Отпустить И Когда Ты Тебе Кажется Что Она Должна Принадлежать Только Тебе Ты Пойми Что Это Твое Эго И Она И И Прямо Выбирать Жень Привет Или Кто Это Евгения Вот Выход Из Состояния Жертвы Вообще Смотрите Все Детские Состояния Не Идут От Незрелости То Это Тогда Когда Человек Незрелый Любые Депрессивные Состояния От Того Что Человек Не Берет Ответственность За Свою Жизнь На Себя И Как Только Он На Учится Ее Эту Ответственность На Себя Брать То Будет У Него Жизнь Легче Что Если Деньги Приходят И Задерживаются Хотя Ничего Не Танжирю Как Их Удержать Хотя Экономлю Самый Богатый Человек Павилоник Прочитать И Применить Не Надо Находить Новую Надо Пожить Одному Сходить Психолог Прочистить Мозги Лечить Депрессию Это Написала Светлана Вы Светлана Вы Рекомендуете Мужчине Забывать Девушку Теми Способами Которые Помогают Вам Женщинам А Мужчина Ему Реально Нужно Новую Найти Так Проще Женщины Тоже Некоторые Находят Новых Мужчин И Называются Они Как Знаете Как Называется Мужчина Новый Когда Ты Хочешь Забыть Старого Ну-ка Есть Даже Термин В Быту Ну-ка Давайте Называется Ну-ка Подушка Новая Жертва Нет Ну-ка Давайте Накидайте Этих Предположений Платок Еще Еще Лайки Не забывайте Ставить Чтобы мы Чуть Поднялись А то Немножко Скатились Мы В рейтинге Плечо Замена Ну-ка Заменитель Заменитель Очень близко Ну-ка Давайте Еще Жилетка Спасатель Запасной Вариант Запасной Вариант И спасатель Очень где-то Близко Любовник Нет-нет-нет Какой любовник Если у тебя Ты свободная Женщина Новая Кровь Запаска Запаска Тоже Очень рядом Клин Спасательный Круг Таблетка Вообще Капец Атас Сдает Жертва Плацдарм Запоминайте Жилетка Называется Забывашка Это мужчина Который поможет тебе Забыть Предыдущего мужчину Забывашка Новая любовь Убивает старую Да Клин клином Вышибают Страховщик Понимаете Забывашечка Давай Используй друг друга Чтобы Чтобы забыть Да И так и поженились Да Они Многие Забывашек Выходят замуж Я же говорю Клин Да Свеже мясо Ластик Никогда бы Не додумались Подушка Безопасная Спасибо за розочку Давайте Подарочи У кого там есть Вообще Подарки Они платные Или бесплатные Отношения Надо строить Чистого листа Да Не обязательно Это вы Перфекционистка Просто А Платные Поэтому Вы Мало Мне Подарков Даете Я думал Там просто Надо нажать И тебе Подарок Монеты Нужно Девушка Может Быстро Разлюбить И влюбиться Снова 2-3 месяца Надо Мужчина Тоже Может Быстро Но Мужчина Когда Любит Он Страдает Очень Долго У мужчин Цикл Между Любовью Где-то Примерно 7 лет Поэтому Многие Женщины Думают Что Мы Не Серьезные Люди Мы Не хотим Сразу Жениться Потому Что Мы Еще От Прошлой Любви Не Оправились Понимаете Цикл 7 лет Поэтому Мы Становимся Дегустаторами Мы Не Хотим Серьезных Отношений Мы Хотим Просто Сексу Сексуальных Взаимоотношений Да Скажите Пожалуйста Как пережить Детские Травмы Как Их Отпустить Писем Прощения Либо Приходите На сессию А что Плохого Вы Забывашки Он же Не Знает Для чего Но ничего Плохого Нет Одни Плюсы Понимаешь Пока Ты Делаешь Вид Что Что Ты Его Ну Как Он же Тебя Типа Добивается Спасибо Большое Взаимное Так как Я вас Обожаю Главное Вы Подарки Давите Они Типа Платные А где Мне Деньги Дают В Тик Ток Я так И не Понял Все Временно Становится Постоянно После СРФК Не Поздно Для меня Жизни Не Поздно 40 Лет Это Это Не Старость Мне кажется Что В 40 Лет Только Жизнь Начинается А если Он После Как Расстался Через Год Женился Сына Назвал Тем Именно Которое Нравилось Его Бывшей Мне Часто Говорят Что Я Очень Сильно Высокомерно Веду С Мужчинами Вроде Проработал Детские Травмы Знаете От Того Что Вы Высокомерно Ведете С С Мужчинами И пытаетесь Их Отшить Вы Хотите Поднять Свой Статус В Глазах Но Вы Можете Поднять Свой Статус Поведением Правильным Заигрыванием Поступками Какими-то Определенными Своей Фешенебельностью Чтобы он Не потянул Но Вы же Не обязаны Спать С каждым С кем Вы Заигрываете Но Человек Который С вами Заигрывает И поддался На Ваши Вихляне Пятые Точки Он Точно Может Вас Проводить До Дома Довести Поднять Сумки Еще Что-то Сделать Меня В 5 12 Лет Домогает Дед И Сейчас Мне 40 Но Я Не Могу Это Забыть Приходите На Сессию То Есть Это Очень Хреновая Штука Что В 5 12 Лет Домогает Дед Но Придите Будем Прорабатывать И Потом Уже Пойдете Дальше Потому Что Это Все Сидит В Теле Вы Будете Реветь Как Белугой Вы Будете Почему На протяжении 30 лет Снится Сосед Потому Что Видимо Был Какой Незавершенный Гештальт Хотели Вы Так Сказать Ярко Страстного Секса Но Не Получилось Любви Вот И Ты Все Доигрываешь Эту Ситуацию Пью Алкоголь Умеренно Беспьянство Но Каждый День Это Уже Проблема Это Уже Проблема Конкретная Дорогая Это Называется Алкоголизм И Уже Наверное Надо Идти В Этот Где В Наркологию Чтоб Собой Поработали Каждый День Пить Это Очень Херовая Штука Даже Если Это По Чуть Я Когда Если Муж Давать Полную Свободу Правда Что Тогда У него Меньше Желания Гулять Это Вряд ли Просто Ты Наверное На этом Перестаешь Концентрироваться И Тебе Становится Спокойно Я Допустим Периодически Куда Я Хожу В Какие Одноклассники Встречаюсь Я Один Хожу Без Жены Еще Куда Я Хожу С Друзьями Без Жены Где Мы Идем С С С Должно Быть Если Человек Не Может С 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 Чтобы Не Пить Не Можешь Взять Всегда Нужна Сила Воли Нужна Причина Понимаешь Для Которой Ты Не Пьешь То Есть Для Чего Ты Не Пьешь Сначала Ты Пьешь Просто И Потом Ну Как Б Но Нужна Причина Чтобы Завязать Вот Тебе Рузочка Игорь Спасибо Большое Вот Вы Меня Не Видите Или Не Хотите Давать Ответы Я Наверное Не Вижу Но Вместо Того Чтобы Жаловаться Лучше Повторите Вопрос Потому Что Ну Как А Вот Так Делалось Или Как Делалось Так Делалось Так Делалось Как Делалось Был Больше А Во Здесь Даже Так Ну Как Бывает Зависимость От Игромании От Игромании Зависимость Нужно Прийти На Сессию И Не На Одну Это Первое Это Где-то Минимум От Трех До Пяти Сессий И Надо Десять Чтобы Изменить Мышление Второе Нужно Привести На Сессию Маму Или Жену Кто Его За яиц Держит Короче Того Человека Который За Него Отдает Долги Каждая Милочь Разрежает Что Делать Это Приходите На Сессию Почему Потому Что У вас Невроз Понимаете Невроз Приводит К тому Что Тебе Бесит Все И Это Проблема Сначала Мы Сбрасываем Эмоциональный Фон Потом Ты Начинаешь Работать Над С собой Примерно Это От Полугода До Года Вообще Борьба Внутренне С собой Без Меня Ты Будешь Бороться С этим Лет Пять Наверное Со Мной Быстрее То Есть Вытащить Сначала Все Телесные Зажимы Потом Прописать Письма Прощения Одновременно Слушать Аффирмации И Где-то Ну Вот Самое Быстрое Если Ты будешь Все Делать Где-то 40 120 Дней И У тебя Эта Депрессия Уйдет Если У вас Уже Эндокринная Система Полетела Чертям Там Этот То Нужно Будет По-любому Еще Внедрить Туда Работу С Эндокринологом И То есть Тогда Это Будет Все Вкупе После Того Год Когда Пройдет И Вы Себя Выстроите В Взаимоотношении Ну Как бы Своё Тело Тогда Уже Можно Подключить Спорт Вот И Всё Сессия Сколько Стоит Напишите В директ На сетях Для того Чтобы Это Видео Не Спло Через Пять Лет И Потому Что Мне Говорили У вас Жестолько Было А уже Там В 10 Раз Дороже Допустим Мой муж Слушает Друзей Чем Меня Как Быть Это Временно Вы Наверное Недавно Замуж Вышли И Поэтому Так Не Зая Почему Чувство Вины И стыда После Секса Потому Что Вас Ругали За То Чтобы Не будь Блядью В подоле Не Принеси То У вас Убеждения Вбились В голову И Поэтому Каждый Раз Когда Ты Чпокаешься У тебя Чувство Вины И Грязи Желаю Вам Миллион Благодарных Подписчиков Чтобы Больше Вы Думаете Откуда Берется Грязный Секс Это Запретная Штука И Когда Папа Запрещал Вот Такой Как Да ты Блядь Шалава Он тебе Говорит Когда Папа Тебе Это Все Говорил Ты Думал Я Не Такая Не Такая А Потом В какой-то Момент Ты Позволяешь Себе В постели Да Я Такая И Ты Творишь Какую Вот Просто Дичь Да Там Грязь И Это Ну Как Поэтому Так Это Ответь На Мой Вопрос Спасибо Он Можешь Слушать Друзья Да Поэтому Вот Так Оттуда У кого Какие Посели Потом Извращение Закладывается В голове Но Богу Известно Почему Так Именно Его Выворачивать Если Имени Обидчика Не знаешь Просто Пишешь Мудак Я Прощаю Тебя За то Что Ты Если Хочешь Что-то Или Кого-то Научить Ставить Цель И Добиваться Помогает Постановка Цели Помогает Чем Отличается Невролог От Невропатолог Если честно Вам проще Загуглить Потому что Я могу Наврать Потому что Я не Врач Та-ра-та-та Та-ра-та-та Все Спасибо Пожалуйста Просто Я Не люблю Дезинформировать Да То есть Если Я Какие-то Вещи Знаю Хотя Приблизительно Я Могу Объяснить Когда Я Не Знаю Я Лучше Признаться Не знаю Чем Выглядит Глупо Да Ну Или Как Типа Ты Такой Умный А На самом Деле Короче Херню Несешь Очень Я Боюсь Таких Ситуаций Почему То Мне Кажется Что Главное Вовремя Остановиться Первый сеанс Это я делал С сестрой Я его даже Вот Рассказывал У Дильды На канале У меня есть сестра Она вот По всем бабкам Гадалкам Ходит И я Написал ей Я говорю Слушай Я тут Одной фиге Научился Давай Попробуем Я поехал К ней И вот Случился Первый сеанс Это было Очень комическая Ситуация Почему Потому что Она стояла Час И ничего Не происходило Вот Ну От слова Совсем А я Там Фантомы Я Там Нисходящий Поток Там Туда Сюда Верс Верс Входящий Поток Там Тот Поток Отсюда Там Такой Свет Такой Свет Со всех Сторон И С мягким Знаком И что Вы думаете Она Потом Через час Час Она стояла Терпела Через час Сказала Игорь Ты дурак Пойдем домой Я покурю И домой Вот И Вот это Интересный вопрос Сейчас И Она Подкурила сигарету Я вот так Отворачиваюсь Что-то думаю Блин Наверное Меня обманули Я вообще Какой-то херней Страдаю И Слушал Хрип И у нее Вот так Знаете Сигарета Вот так Руки Вот так Ноги Вот так Лицо Вот так Короче И она Хрипит И я понял Что эта тема Сука Работает На следующий день Мы Короче Работ Ну вот Часа три Я с ней Там проработал Пока ее Отпустила На следующий день Все в бухгалтерии Стояли И Короче Мы опять Для того Чтобы Еще друзей Взял Вот так Первые сеансы Вот так Были То есть Очень такая Комичная Ситуация Вот Почему парень Не знакомит С родителями Не делает Предложение В чем Может быть Причина Может быть Потому что Он не хочет Да То есть Вообще Когда Отношения Подходят К замужеству И ты Чувствуешь Ты хочешь Сфорсировать События Женщина Не может Терпеть Вот этого Да И ты Начинаешь Излишне Нервничать И напрягаться И поэтому Он не делает Может быть Так Но если Ты чувствуешь Что ваши Отношения Не такие Глубокие Ну и Не до Замужества Может быть Стоит их Прервать Не знаю Когда Ты попадаешь В долговую яму Единственное Первое Что ты Можешь Сделать Это Хотя Б Перестать Копать Перестань Брать В долг И все Периодически Хочется Напиться В одиночестве Никак не могу Избавиться От этой Привычки У вас Глубокий Стресс Дорогая Линара У меня Депрессия И причина Развод Хотя Я развелась Год назад Это возможно Возможно Ты должна Понять Что ты Имеешь Право Выстроить Свою Счастливую Жизнь После Развода И все И ее Выстраивай И строй Друзья Давайте Завершим Наш Эфир Вам Большое Спасибо Что вы Были Со мной Я думаю Что В ближайшее Время Мы с вами Увидимся И еще Пообщаемся Хорошо Всем пока Пока Приятных Сновидений Всех Люблю Я дарю Вам свою Любовь Как Нибудь Мы с вами Сделаем Медитацию В Эфире И Помедитируем И мне Хорошо И вам Хорошо У вас Медитация У меня Медитация В социальных Сетях Останется Медитация Ну В общем Классно Выгод Вот так Отойди Не Лезь Сюда Все Я тебя Тоже Люблю Давай Большое Всем Спасибо